Привитание, поважанные подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. И сегодня вельми прогожая тема это дрововидные пионы. Ну, хочу отметить, что, называясь древовидными, это, конечно же, не деревья. Это такие полукустарники. Это нисколько не умаляет их красоты. Новичку может показаться, когда он полистает коколок какой-нибудь, либо посмотрит в интернете, либо посмотрит где-то цветущий, уже развитый большой куст, может показаться, что с такой красотой он не справится. И древовидный пион будет доставлять много хлопот. И вообще может и не доцвести. Все может случиться. Но будьте уверены, это растение очень неприхотливое. И хлопот вам никаких, в принципе, не доставит. Соблюсти всего лишь несколько правил. А правила абсолютно простые. Ну, во-первых, посадка. Вот у вас нет еще пиона. Мы приобретаем саженец. Лучше это сделать, конечно же, ближе к осени. В умеренных широтах это хорошо сделать не позже сентября месяца, с такой целью, чтобы он успел прижиться до наступления холодов. В более теплых регионах это можно сделать, растянуть с удовольствием посадки и где-нибудь в октябре месяце. Яму мы готовим, как обычно, хорошо основательно. Заправляем компостной землей, либо перегноем. Если нету, то минеральными удобрениями. Все это мы там выкопали, заполнили, посадили. В отличие от травянистых пионов, древовидные пионы мы заглубляем. Мы еще к травянистым, может, с вами когда-нибудь вернемся. Там свои тонкости посадки. Но здесь мы заглубляем. Заглубляем на сантиметров 6-8 ниже уровня почвы. Есть еще древовидные пионы. Сорта, они развиваются, растут на подвое. Тогда тем более заглубляем, чтобы подвой находился ниже уровня земли. И к тому же, чтобы еще немножко глубже, и чтобы из точки роста привоя развивалась корневая система, которая будет лучше питать, и тем лучше будет цветение и развитие самого растения. Убираем место. Древовидные пионы имеют просто красивейшие цветы. И они, хотелось как рыбак вот так показать, но они вот такого размера, то есть 15-20 сантиметров. Естественно, видовые древовидные пионы, они имеют простой цветок с многочисленными красивыми тычинками, различающимися по окраске. И такие цветки, они могут повреждаться ветром. Поэтому место солнечное, но не ветреное. Иногда встречаются с тем, те, кто уже посадил растение, что года 3-4 не цветет. Почему не цветет? Потому что, наверное, перегревается. Поэтому в южных регионах надо сажать полутени, несмотря на то, что любят солнечное местоположение. В южных регионах или на солнечном участке, когда нельзя уйти от того, что растение растет на солнце, значит, мы делаем притенку для корневой системы. Можно посадить какой-то летничек почвопокровный, который не будет мешать развитию корневой системы, либо делать мульчирование. Вы знаете, какие материалы есть в наличии, и вы это сделаете. Тем самым мы исключим перегрев корневой системы. Пионы древовидные, какие пионы травянистые, они не любят перегрева, потому что потом или не цветет, или цветение очень скудное. Поливы какие для древовидного пиона? Лучше не долить, чем перелить. Поэтому, когда растение уже сформированное и хорошо на этом месте оно уже укоренилось, то мы дожидаемся того момента, приходим, смотрим, суховато поливаем, влажно не трогаем. Ну и, в принципе, вот все, что касается ухода за древовидным пионом. Подобрали место, правильно посадили. И подкормки, вы скажете, да, можно подкармливать, но не надо в течение года там ему подносить завтрак, обед, ужин, потому что древовидный пион достаточно неприхотливое растение. Можно осенью, вот когда мы подкармливаем розы, можно осенью внести костяную муку и подкормить тем же удобрением, что мы подсыпаем для роз. В ответ весной мы получим прекрасное пышное цветение. Дальше такие вопросы обрезка, надо ли обрезать древовидный пион. Существует такое понятие санитарная обрезка, то есть когда после зимы, либо в течение сезона произошли какие-то коллизии, что-то обломалось, что-то повредилось, либо поразилось, хотя генетически очень здоровое растение, которое не повреждается болезнями, но вредителями тоже я не встречала. Можно, конечно, заставить заболеть, но если все вокруг хорошо, то и с ним все будет замечательно. Если вы повредили в течение сезона ветки древовидного пиона, то наверняка в следующем году у него будет слабое цветение, потому что цветочные почки, то вот цветение, которое будет в следующем году, заложились еще в том году. Если вам все непременно надо как-то сформировать, хочется это растение, хотя оно само по себе имеет красивую скелетную структуру, на зиму сбрасывает листья, то лучше сделать это весной и посмотреть, где находятся цветочные почки, лишнего не вырезать. Но сейчас, внимание, я вам расскажу главное правило обрезки древовидного пиона. Не обрезать. Вот это и есть правило. Все. Поэтому приобретайте саженцы, сажайте. В первый год можно прикрыть лапками. То, что касается зимостойкости видовых пионов, они очень зимостойкие, но очень суровые зимы, бесснежные зимы, конечно, могут где-то подмерзать цветочные почки, но вы потом делаете санитарную обрезку и дальше все возобновляется и растет. В более северных широтах можно прикрыть немножко лапником, но без фанатизма, потому что он хорошо отрастает. То, что касается привитых древовидных пионов, то, конечно, надо укрыть место прививки. Вот теперь точно все. Точка. Спасибо за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...